Енотики и барсучки первый раз вышли погулять. Да куда они пошли-то? Они офигеют от жары. Но надо сказать, что сегодня значительно легче. Настроение довольно-таки тропическое. Надо немножко помыть. Глазки, ротик. Вода хорошо должна пойти именно из ротика. Подождем. Посмотрим пока, что у нас там в программе. Пусть он понял, что тот, кого любят, всегда самый-самый-самый-самый. Ну, довольно-таки неплохо. Попробуем попозже. Теперь самое сложное. Добыть мякоть. Ютуб говорит, что нужно простукивать по кругу. Через 2-3 минуты должен треснуть. Соседи, доброе утро. Простите, но тут кокос. О, пошло дело. Кузьма даже пришел посмотреть. Сейчас положу. Резаем вот эту коричневую часть. Шкурку с кокосом повезло. Пока хватит. Вчера на ужин была гречка. А это значит, что на завтрак должна быть гречка с молоком. Есть один нюанс. Кокос тоже хочется. Ладно, рисовая каша с кокосом. Ладно, овсянка. Но гречка... По-моему, это будет что-то необычное. Но кто-то же должен это попробовать. Это знаете, как мем в тиктоке такой был. This looks like a job for me. Это звучит как работа для меня. Гречку подогреем и холодненьким молочком зальем. Вот думал ли этот кокос, что когда-нибудь он встретится с гречкой? Ну, может и думал. Но маловероятно. Надо немножко подсластить. Я подумала, а чем не посуда? У меня еще тропический банан есть. Вполне себе самостоятельно стоит. Наконец-то. Так кокоса хотелось. Прям жутко. Слава богу. Сладенькая. Ну что? Встреча гречки, бананы и кокосы. Мне кажется, если отварить гречку на кокосовом молоке, будет вкусней. Зато красиво, как кокос. Он все-таки потек. Конечно, так стучало. Доброго-предоброго вам утра и теплого летнего настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!